10 секунд remaining 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 10 секундера 11 секунд acabar 12 секунд Продолжение следует... 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 Ну так вот, пуш потенциал не увеличивает, а увеличивает мобильность команды, что тоже в целом неплохо, и почему бы, собственно, и нет. Много говорилось о том, что Шторм мертв, что не так просто сейчас этим персонажам играть и выигрывать, но по-прежнему его пикают, по-прежнему мы его периодически наблюдаем. Ну а пока у нас тут пауза, я представлю быстренько составы команд. Команда Тим Сторм, которая играет за Силы Света, Дэниел на Тимберсоу, на Аль Сахим, на Свене, Смайлик на Ancient Operation, на Кольфи, на Земельке и вот этот непонятный ник на Faceless ID. Команда Слабоумия Отвага, Пирофейни на Старом Спирите, Янск значение, MSX на Nature's Profit, Рейбл на Инвокере и Everything's Окей на Венжи Фул Спирит. Карта начинается. И будет интересно посмотреть, кто же в итоге куда пойдет, потому что не так много вариантов у команды Слабоумия Отвага. Здесь должно быть все достаточно просто, как мне кажется, хотя опять же могут такую грязь какую-нибудь исполнить, непонятную. Здесь должен идти инвокер в мид... А, тут инвокер и шторм. Лоу, инвокер и шторм. Это фармящий... Это мидовый шторм. Это инвокер, который пойдет в хард, в даблу с Венгой, соло, Nature's Profit, который будет фармить изи-линию, и Чен, который будет находиться в лесах. Я так предполагаю, но вообще что-то я не уверен пока в том, что я сказал. Нужно действительно пик несколько необычный. Я не обратил какого-то особого внимания на стадии драфта на это, но интересно, интересно будет посмотреть. И посмотрим, что у нас здесь. Войд в харду, где закуп Тимберсоу, покажите мне его Тимберсоу в мид, ну и фармящий Севен. Все действительно так. И стычка на нижней линии нас сейчас ожидает. Все будут пытаться забрать руну. Кто больше эту руну хочет, посмотрим. Тимберсоу тут же взял себе пассивочку. Пассивочка, очень много урона здесь. Но по ним наваливают. Тимберсоу-то может отвалиться. Очень быстро отваливаются. Станчик невероятно классный от Севена. Убивают также и персонажа команды Дайр. Пытаются затыкать Эрспирита. Затыкали Эрспирита 2 в 1. 2 в 1 в пользу команды Слабовыми Отвага. На топе у нас забрал руну кто? Давайте посмотрим. На топе забрал руну Войт. Войду стоять здесь будет приятно, прямо скажем. Ну и Войт будет стоять против Соло Фуриона. И делать это должен не так плохо. Хотя, с другой стороны, нынешний Войт не так хорош против линий, на которой его харасит. То есть против линий, где его пытаются забурстить, он хорош. Он быстро откидывает весь урон и стоит фуловенький, радостный и довольный. Что касается линий, где его харасит, то большое количество урона он здесь не может себе вернуть. Нанесенного по Войду, я имею в виду. Ему приходится кушать постоянно на хилочке. Делать то, делать все. А мы тут видим вообще лайнового чена. Лайновый чен. Как часто вы видите чена, который стоит на лайне. Сейчас он возьмет какого-то крепаса, я так понимаю, полезного или не очень станчик. Будет ли от Винги или нет. Нет, стана не будет. Пытаться убивать Р-Спирита бесполезно. Он укатится. Пытаться убивать Свена бесполезного урона не хватит. Он отстанется сам. В общем, здесь будет происходить экшен. Но не так, чтобы сильно. Пытаются забрать Вингу. Прокатывается мимо Р-Спирита. А вот можно забрать инвокера зато. Можно забрать инвокера на развороте. Тысячки. Инвокер может отвалиться. Сейчас инвокер. В итоге последняя тычка долетает от аппарата. Он ее забирает на развороте. Пытаются забрать земельку. Земельку тоже забрать не получается. Стана нет уже у Венгифул Спирита. И текать отсюда на даче. Потому что стан есть у Свена. Стан есть у Свена. Но решают в итоге забрать Вингу. И... Эть. Да ладно. Да ладно. Винга просто уходит. Винга просто уходит на ноге. У Винги есть Виндлейс. У Винги есть тапок. И она уходит на ноге. Здесь стан будет. Через секунду. Но наверное... Не знаю. Есть ли смысл бежать. Хотя подстанет. За его дело. За его дело Винга. И все. И... И все. Развороте еще. Сюда иди, говорит. Ну ладно. Здесь немножко не повезло. Вот шанс убить Чена был вообще очень-очень неплохой. Не понимаю, почему не воспользовались именно Ченом. Потому что у Чена нет вообще ничего. У него есть тут только 300 урона... Ой, 300 МС. И... И все. В Минде Тимбер стоит против Шторм Спирита. Тоже тут я думаю, что Шторм Спирит ничего Тимберсова не сможет противопоставить. По крайней мере на ближайших уровнях. Ну потому что просто Тимберс 2 взял себе пассивку и плевать хотел на все, что тут вообще его дамажит. Что касается Фейслесс Вайдата. У того закончились уже Тангусы. Есть у него некоторое количество крипов. Крипов этих приберда столько же, сколько и у Фуриона. Так что Лайн здесь более или менее ровно идет. И никто никого на этом Лайне не ущемляет. Тимберсоу продамажили. Сам он тоже немножко продамажил. Ну и все. И все. Но опять же, основной экшен должен происходить на этой линии. Так как здесь 6 героев. Из тех 10, что на этой карте присутствуют. Но, как мы видим, пока ничего серьезного больше здесь не происходит. Возможно, попытаются кого-то цепануть. Опять Эшспирит запрыгивает и умрет, скорее всего. Он санстрайк, бам. Ну да. Если ты промахиваешься, то тут. Как бы, не обессудь. Тебя заберут. Ибо стан, санстрайк, минус армор, пара тычек и все. Этого достаточно. С другой стороны, манги. Манги пока тут еще есть, как минимум, у венги. Так что еще раз смогут попытаться кого-то цепануть. Здесь Чен забирает руну. И должны забирать. Укатывается наверх Тимберсоу. Пытается отбиться. Подсейвили его. Неплохо. Тимберсоу отпевает его платочкой. И в итоге умрет венга. В итоге умрет венга. Тысячечка залетает. Тут еще стан влетел от свина куда-то. Пытаются забрать Чена. Тот переманивает на свою сторону. Совуха. И все. Дико крыло потрошителя. Я как, знаете, в каких-нибудь клипах или роликах, когда какая-нибудь суперфайты, суперагрессия на одной стороне, потом камера переключается на вторую сторону, там такая спокойная музыка, птички поют. Ну вот, собственно, представьте себе, что это так и есть. Потому что здесь просто, ребят, фармят. Фармят один персонаж, фармят второй персонаж. Я тебя потыкал, потом ты меня потыкал. Ну, ничего серьезного. В миде, в миде, в миде у нас перемещение было от тем рисом, который в итоге выжил. Шторм. Поучаствовал в двух убийствах. Один раз умер, собственно, в самом начале, мы помним. И пока все. Пока все, по количеству крипов, все очень ровненько идет у нас здесь. Ремнант, птичечка. Ну да, забирает здесь большое количество крипов себе. Шторм. Ой-ой-ой, там в итоге Сиен разменяли на Вингу. Прилетает сюда также Фурию. Он начинает разматывать аппарат. Аппарат тут же проедает себе проход дальше. И, наверное, спокойненько уйдет. Санстрайк был потрачен. Да. Я непонятно. Санстрайк, не санстрайк. Санстрайк укатывается отсюда от Чена. Земелька. Ну, размен в пользу команды Дайер. Такой, потому что убить керри команды противника, это поважнее, чем отдать своего саппорта. Здесь на лайне... Так, полснэп на Свена. Можно попытаться его закрыть. Нет, закрыть его не решаются. А, да, лога, можно было попытаться как-то действительно закрыть. Почему бы и нет? Стан. Нет, стана не будет никакого. Стана не будет. В это время отпускают. Отпускают Вайдат. Вот шестой левел имеет. Седьмой сейчас у него будет. Играет Бестайм Долейшн. Ну, стандартный Войт 1-3, который в последнее время, собственно, так всегда играется. И может он попытаться на низ как-то прийти и там подраться. Четырых поставить в трансферу. Ну ладно, четверых, наверное, он не поставит. Вряд ли будут так подставляться под ультимативную войду ребята из команды Слабоумя и Отвага. Но это может быть какой-нибудь неожиданностью. И там троих-то запилить можно как-то попытаться. Другое дело, что пока нечего вливать в эту хроносферу. То есть, Свен ничего не может влить. Земелька ничего не может влить. Пока Тиммерселу только что-то может. И все. То есть, урона пока просто не хватит. А вот команда Дайер понимает, что тут куда-то зашел, дружище. Стан получает, тут же нужно подсвапать. Влетает сюда, ставится хроносфера. Но и да, потроим хорошая хроносфера. Убили одного. Убили второго. Станчик еще один промахивается. Здесь Тиммерселу, но это не мешает команде. Рейдиантов разваливает своего оппонента. Ченнессу тоже не уйдет. Через 2 секунды будет... Будет по нему скиллочки. Но тут можно как-то подстанить. Станчик, но нет, все улетают. Все улетают и еще заберут зоопарк. Заберут зоопарк. В итоге выживает только Шторм Спирит, который все время просто стоял в миде. Продолжал фармить крипов. Ну вот. Первая хроносфера реализована. Первая хроносфера реализовалась. Несмотря на то, что не было 6-го левла аппарата. Несмотря на то, что, казалось бы, вливать нечего было земельки. Все равно убили. Все равно убили большое количество персонажей команды противника. То есть земельку в итоге... Не земельку, а... По-моему, то ли Фуриона, то ли Венгу в итоге поставили так, что ее могли просто бить милишные персонажи. А потом, когда хроносфера закончилась, залетел отличный стан подвоим от Свена. И там разобрали тоже оставшихся в живых ребят. Что он такой прям белый был. Ну и ходит подфармливать леса. У Шторма все неплохо. 50 крипов у него есть. Крипсат хороший здесь в очередной раз. Войт. Лол. Войт жив. Его просто... Да ладно. Да как так-то? Есть же... Есть же волна. Да... Вы чего? Друзья... Ну, Войт в итоге просто живет здесь. Я не пойму, как прилетел сюда Фурион. Оп! Войт спалился. Войт спалился. Тоже надо ему убежать отсюда. Да ладно. Они просто не замечают. Они просто не хотят его замечать. Они просто такие... Какой Войт? У нас есть цель. Наша цель вот. Стоит. Стоит. Вышка. Почему вы должны обращать внимание на персонажей? Ну и, собственно, Вышку эту пытаются с большим количеством крипасов сейчас убить. Пролетает сюда Тимберсоу. Также крипочков пытаются забрать. Но пока это сделать не получается. И танкует тут Кентавр. Захватчик. А Войт просто уводит крипов. Войт уводит крипов. Вот не убили вы его. Вот вам минус крипы. Но тут, в принципе, и со своими можно зайти. Так что, почему бы и нет. Но надо уже бежать отсюда. Надо уже бежать. Стан попадает по Фуриону. Туда же Пилат. Туда же Проказ. Тот Тимберсоу. Очень больно. В итоге Фурион по-прежнему живет. Тимберсоу пытается что-то сделать. Хроносфера отличная. По-троим начинают разваливать здесь в этой хроносфере. Убили одного. Убили второго. Пытаются Инвокер также забрать. Без проблем. Я думаю, должно это получаться. Инвокера в итоге засумунили на базу. Неплохо сыгран на Чен. Ну и за парк Чена убили. Зато сам Чен тоже не уезжал. Да, Инвокер, то, что засумунили на базу, это очень круто. Это спасло сейчас его определенно. Да. Так, ну, ладненько. В любом случае, 10-5 у нас в пользу команды Radiant. Преимущества, правда, никакого серьезного у них по голде нет. По XP от 1500, по голде это 500. Ну, что действительно не очень много. И продолжают фармить. Все, кто может, продолжают фармить. 10 минут у нас прошло. Переключимся на ценность. Там увидим на первом месте Шторма. Ну, в принципе, и понятно. Шторм никуда не выходил. Шторм просто фармил. Никто ему не мешал. Никуда он не подключался. Он просто бил крепочков. Дайя, в основном, в основном. И это все аккумулировалось в первое место Плант Ворс. Сейчас, на самом деле, нужно какой-нибудь плюс для Шторма в мид, чтобы убить Тимберсоу. И я думаю, что Стаджик. Сало, минус Шторм. Вот так вот. Все очень просто. Замахивался уже Шторм для того, чтобы улететь отсюда. Но ничего не получилось. Отличный камень залетает от земельки. И то, что я говорил. Что Шторму не должны давать жить в миде. Понятное дело, там, кстати, пытаются забрать аппарат. Аппарат успевает откинуть ультимейт. Но его все равно убили. И просто зашли под Т1 вышку. Влетает сюда земелька. Земелька может расоставаться. Хорошо успевает расоставать ультимейт. Здесь убивают его. Хроносферы будет нет. Хроносферы еще 15 секунд. Пытаются просто забрать инвокера. Стан прилетает. Стан ни по какому в итоге не попадает. Инвокер уходит. Инвокеры затпшили в очередной раз на базу. Почему бы и нет, собственно. Войт. 5 секунд до хроносферы. Должен найти попытаться венгу. Венга улетела. Хорошо. В итоге все выжили. Отличное действие в очередной раз от Чена. Вот 5 секунд задержка. 5 секунд задержка. При этом все равно успевает он затпшить своего союзника. Уже второй раз действительно хорошие грамотные действия в плане командного взаимодействия. Инвокер решил не тарить себе первым артефактом Мидас. Как это часто бывает. Видим, что вышел сначала в барабаны. После чего, я думаю, уже как раз медальку Мидаса будет себе варить. На Т1-вышку перемещается команда Дайер. Будут пытаться сейчас эту Т1-вышку погрызть. Может быть, даже убить. Здесь, рядом, Тимберсоу. Тимберсоу, очень боже, как больно. Его просто убило. Его просто расщепило Чена. Вот он был, а вот и все. И теперь уже вышка Т1 со стороны команды Дайер может подвергнуться атаке. Мы видим, что перемещают сюда большое количество людей. Ультимейт там забирает аппарата Фурион. И Т1-вышка... Ну, конечно, Глиф потратили. Глиф не жалко. На развороте будет какая-то попытка. Свап. Стан. А дальше что? А дальше что? Дальше бежать надо. Дальше бежать надо. Пытаются зацепить здесь Фуриона. Фурион в итоге на развороте сам Свена очень неплохо дамажит. Свен в итоге отваливается. Есть ли хроносфера? Есть хроносфера. У Вайда нужно эту хроносферу ставить. Подхиливают здесь народ. В итоге можно хроносферу по четверым поставить. Успевает это сделать Свен и убежать отсюда. Просто убежать отсюда. Ультимейт аппарата не попадает ни по кому, а мог бы попробовать забрать Венжа Фулл Спирит. Но не получается. В итоге один в два файт выигран командой Дайер. И отключается инвокер. Нужно подождать немножечко этого самого инвокера. Графики давайте глянем. Что у нас там получается по графикам? Ну, все ровненько. Все ровненько. Мы видим, что почти ноль в ценности команд по голде. 2000 XP ведут радианты. Но это совсем немного по-прежнему. Так что, в принципе, очень равная игра. Несмотря на то, что есть маленькое преимущество все-таки по фрагам. Мы видим, что это абсолютно никак не отображается на преимуществе по голде. И без каких бы то ни было пауз, я думаю. Я очень надеюсь, что мы дальше продолжим смотреть игру. Потому что в первой игре, которую мы сегодня с вами уже посмотрели, периодически игроки вылетали. Что сейчас, все же хочется видеть доту без каких-то остановок, без каких-то невнятностей. Просто постоянные, на самом деле. Вот как, интересно, выглядит дота со стороны зрителя идеальная. Это постоянные тимфайты, постоянные замесы, постоянное какое-то месиво, я не знаю. Или что-то такое. Либо же это какие-то стратегические действия команд. Какие-то перемещения по карте грамотные. Какие-то ганги, подсейвы. Либо это микроигра. Вот мне интересно, что непосредственно вам, уважаемые зрители, интересно. Можете отписать, например, трансляции, было бы интересно почитать все это дело. Какой аспект игры вам интересен более всего? Будь то профессиональные игры, будь то игры аматорских команд. Что конкретно вам бы хотелось на трансляциях в исполнении команд видеть? Действительно просто вот интересно, чего вы ждете. Чего вы желаете видеть. Вышку здесь почти забили. В итоге ее, скорее всего, задинает. Да, так происходит. Земелька на ластхит по собственной башне делает. На самом деле, был бы я башней, мне было бы, мне кажется, обидно. Ну, мало у тебя осталось хитпоинтов. Что теперь? Что теперь? Своими же силами ее и разрушать улетел. Отсюда один персонаж команды Дайр. А дальше на развороте венга. Отстаниваться надо текать отсюда. Надо текать отсюда вот этой вот полудохлой венге. Этому полудохлому фуриону. Фуриону вообще можно куда-нибудь вниз прилететь, помочь подпушить. Чену, например. У Чена есть практически два куска на Меканзам. Ну, собственно, фурион, кстати, сюда и прилетает. И продолжают они сплитить, пытаться как-то подтянуть линию к Т2 команде противника. Потому что здесь Т1 уже месяц. И драки никакой на этом Т1 не намечается. Действительно, просто нечем по большому счету дефить. Надо лифт только поражать. Лифа, к сожалению, нет. Но ничего, после этой вышки появится. Фурион. Фурион имеет стаф в визарде. Что этот стаф в визарде может значить? Это может быть форса для того, чтобы пытаться из-под фокуса свина кого-то выбрасывать. Это может быть форса для того, чтобы пытаться как-то заяведить проказ Тимберсоу. Это может быть кусочек на... Ой, камень какой залетел по инвокеру. Боже мой, неужели инвокера зацепят этот камень? В итоге сало по нему также отлетает. Промахивается ультимативный аппарат. Санстрайк по земельке. Наносит не очень много урона. Но инвокера зацепили просто в хроносферу. И забирают уже мега убийство для Вайда, который, напоминаю, стоял в харде. Здесь стаки эншентов. Стаки эншентов для свина. Но свина попыталась их там подфармить, я так понимаю, и не совсем у него это получилось. А или просто стакал. Или просто стакал, где крип. Где крип. Нет крипа. Собственно, ручно. Ну и пытаются забрать сейчас эти стаки. Ну и мог быть за это наказано очень неплохо. Отстаниваются по Тимберсоу. Вингу здесь заберут без каких бы то ни было проблем. Также надо дальше бежать за Ченом. Ну, Чен, наверное, прямо и будет не так просто. И отпускают его. А свин идет забирать стаки, которые для него любовно были приготовлены. Не посмотрел я им же самим или кем-то еще. Без ГДСа, правда, сделать это не так просто. Но все же получается. И приобретает себе свин после всего этого дела даггер. Даггер очень неплохой выбор для инициации. Боже, здесь свина почти убило просто ультимейтом Азивса. Санстрайк еще залетает. В итоге Шторм забирает. И второго также можно. Минус аппарат. Дабл килл. А манта нету. А манта нету. А дальше-то что делать непонятно. И на болт лайтнинге обратно. Хорошо. Подсейвить его здесь сможет, если что, инвокер. Дабл килл очень неплохой. В итоге три фрага было сделано. Командой слабыми отвага. Кто у нас там еще умер-то? А кто у нас еще умер? Дабл килл был для Шторм Спирита. А кто-то третий непонятно. Ну ладно. Неважно. В любом случае, хорошо, что сейчас удалось эти фраги сделать. Потому что могли уходить в отрыв. Могли уходить в отрыв. В Тим Сторм. Ну а мы видим пока что слабыми отвагами. Тысячу голды ведут. И тысячу проигрывают. Здесь цепанули в очередной раз кого-то. Это кто-то Фейслес Войт. Также зацепили земельку. Войда уже. Убрали. Боже, как много урона. Шторм Спирит пытается жить хоть как-то. В итоге улетает отсюда. И гонится за ним дальше. Тим Берсоу через секунду будет Чекрам. И в итоге, скорее всего, умрет здесь Шторм Спирит. ТП-шит его на базу. Успеет ли его за ТП-шит? Нет. Он умирает. На развороте пытается земельку убрать. Земельку укатывает отсюда на очень маленьком количестве ХП. Разможили голову практически Чену. Но да, все-таки погибает он тоже. Здесь подцепили Тим Берсоу. А дальше что? Пытается убежать отсюда как-нибудь Фурион. И урона не хватит для того, чтобы его забрать. Понимают это. Притп-шел сюда. Инвокер. Друг, ты что здесь делаешь? Зачем ты сюда пришел? Ты чего? Вот Инвокер. Боже, какой же он агрессивный. Кстати, по войну тут накидывают. У него очень нехило форжи. В итоге Венга. Венга скорее всего отваливается здесь. Прилетает сюда Фурион уже обратно. Венга по-прежнему живет. Чакрам в итоге через просто... Через Тим Берсоу убивает Венгу. Размансовал здесь Инвокер своего оппонента. Эй, Инвокер! Инвокер! Подстанет! Стычку! Да. И нужно бежать в Шторму. Нужно бежать в Шторму. Пытается он как-то урона побольше влить в Свены. Не совсем это получается. И... Постоянный файт. Постоянный файт. Прибежал сюда опять. Фурион. Вместе с Ченом. Надо повалить вам отсюда. Друзья, вы зря здесь деретесь. Фурион отсюда и уже не уйдет. Ему просто не дадут ничего свистовать. И он погибает в очередной раз. Неприятно. Неприятно. Шторма видят. Понимают, где он находится. Но зацепить его, наверное, будет сложно. Большое количество хп маны у этого персонажа сейчас имеется. Так что... Какая же долгая... Какой долгий файт у Фуриона улетел. Прилетел. Прилетел на интервалах Инвокер. Зачем он туда прилетел на интервалах, я не совсем понимаю. В итоге я так понимаю, что сейчас ребята хотят пойти за партия Рошана. За парком Чена, почему бы и нет. В принципе, урон какой-никакой у ребят имеется. Минус армор тоже Рошана забрать вполне можно. В тем, чем можно. Тут его пробивают. И... Собух работает. И Сатир работает. И ребята сами не обламываются. Продкликать. Но рядом. Рядом Тимберсоу. Закидывает сюда пилу. Боже, как эта пила. Много сейчас урона нанесет. В итоге забирает Рошана. Все-таки шторм. Залетает сюда. Ультимейт аппарата попадает. По двоим их сырано-сфера. Также, боже, как много урона залетает туда. И сейчас будет они глянца. Команда с лобовыми отвагой. Просто очень больно. Минус три уже. Шторм, конечно, с Аегисом. Чувствует себя здесь чуть более приятно. Пытается его войд как-то найти. Войд может в башек. А еще башек. Нет, башек второй. Просто не успел второй отдать. А на топе тем временем пытался Фурион вместе с Некрономиконами что-то сделать. В итоге ничего у него особо не получилось. Сюда прилетел Свен. Отстанился. И забрал огромное количество гриппасов. Файт проигран абсолютно полностью. Команда с лобовыми отвагой. Несмотря на то, что забрали они Рошана. Минус три в ноль. Это печально. И пока тактика с 4 плюс 1 не очень работает. Фурион, по-моему, ничего не спушил. Т-1 там было уже на этой карте уничтожено. А Т-2 особо не спушил. И Фурион в итоге... Конечно, пик-то и сам по себе неплохой. Но реализация пока не такая, как хочется команде. Дайр. Здесь, скорее всего, будет минус на Винге. Хотелось сказать, ультимат аппарата. В итоге Винга умирает. В итоге пытаются забрать также земельку. Земелька тоже отваливается. Неплохо. Но здесь немного забайтились, что ли. Тим Сторм на вышечку. И просто слишком далеко пошли. Ну, не ожидал, наверное, Тимберсоу, что... Вот так вот много будут по нему бить Фарджи. Потому что Фарджи действительно с каждым ударом все больше минус армора. Да еще там вышка била. Да и Винга там его свапнула, минус армор стандала. В общем, так вот неприятненько. Неприятненько, конечно, для него все это дело произошло. И в вражеских лесах сейчас находится Кабанда, Слабоумие и Отвага. Будут здесь пытаться кого-то найти. Найти они здесь могут Тимберсоу. Почему бы и нет. У того есть Юл уже после Бладстоуна. На Бладстоуне 14 зарядов. То есть было у него достаточно много. Потом он потерял после смерти. К слову, мог попробовать задинаиться. Ну, а здесь дабл дэмэдж для Шторм Спирита. Тоже штука неплохая. Попробует он, возможно, в Соляново сейчас. Какого-нибудь тут забрать. Видят. Видят Тимберсоу. Рядом есть союзники. Так что можно попробовать как-то скомбинировать. Здесь почти вся команда Дайер находится. Видят ее на вардах. Понимают, что делать тут нечего. А Сентрячок-то поставить? Алло. Саппорт. Сентряк где? Тебя ж тут сейчас либо тебя разобьют, либо вард твой разобьют. А, скорее всего, и то, и то случится. В итоге пытаются забрать зоопарк Чена. Зоопарк Чена сам неплохо пытается забрать Тимберсоу. Боже, как ему больно. Как ему больно, дружище. И туда попал. Хроносфера великолепная. Вновь по-троим залетает. Вингу пытаются забрать очень быстро. Это и получается сделать. Дальше погоня за инвокером. У того, все в кулдауне, потому что на нем висит Тимделейшн. И в итоге уже минус 2 в одного. Здесь убегает отсюда Чен. Подхиливает. Хорошо. Стан по Шторму. Шторм успеет ли что-то сделать? Шторм. В итоге сбивает ему Аегис. Дальше пытаются убивать Фуриона. Фуриона тоже забирают без проблем. Я так думаю, что утекать отсюда должен просто Шторм Спирит. Да, минус 3 уже. Минус 4. Шторм там развлекался. Но Шторм, наверное, сейчас отвалится. Нужно быть очень аккуратным. Нужно быть невероятно аккуратным. В итоге уходит он на хайграунд, на лоуграунд. И цепануть его пока не представляется возможным. 5 секунд до следующего Даггера. И... Манда, кстати, нет. Шторма. Манда у Шторма нет. И Шторма очень хотят. Шторма очень хотят. Тайм Делейшн. Шторм сейчас не сможет, скорее всего, ничего сделать. Поднимают его в Юлы. Тут же Сало. Тут же минус Шторм. Боже, и подсвапывают очень вовремя Вингану. Хороший прокаст от Инвокера. А дальше что? Босс, это действительно неплохой прокаст от Инвокера. Забирают сверх богоподобие Вайда. Также забирают... Тысячку еще Свену надо. 10 кп у него. Кто-нибудь убейте Свена. Лол, Свен просто раздапешивается отсюда. Неужели не найдут? Его не надоедут. Просто 10 кп у Свена. Как же он выжил? На каких же он выжил здесь чах? Пытается отсюда убежать. Также Расперед поднимают... Простите. Поднимают в ветра Инвокер. Инвокер пытается на развороте забрать. Прилетает сюда Фурион. Также Тимберсоу. Санстрак выпадает. Минус Тимберсоу. Чен забирает его проверкой на Веру. Постоянные драки. Что в прошлой карте, что в этой карте. Постоянные драки. В итоге здесь забрали только Шторма. Получили 2000 денег у нас команды Слабуми и Отвага. И несколько преимущества своего оппонента снизили на этой минуте игры. Ну, на самом деле, оно и так не очень большое. Мы видели там около 2000. На 24-й минуте это те цифры, которые по большому счету ничего не значат. И какой-то серьезный импакт в игру не вносят, прямо скажем. Ну, а здесь продолжается подфарм всем, чем только можно. Видим мы, что на первом месте по НТОСу находится Свена. Буквально в одном крепочке от него Шторм Спирит. Ну и дальше тоже очень ровненько все идет у нас среди команд. Только вот Винга немножко отстает здесь на 1000 от ближайшего своего соперника. А дальше там все очень-очень ровно, действительно. Так что мы видим, что игра здесь цепанули. Как же больно Хуриону. Много в него потратили здесь, но... Убить Фуриона это штука важная. Хотя тут находится где-то только в центре тренированной таблицы по НТОСу. Тут, к слову, Шторм, Шторм, дружище. Живи. У тебя 9 зарядов был в Стоне. Я понимаю, что ты неуловим. Вот твоя команда хочет, чтобы ты жил. Я понимаю, что ты слабоуменно отважен, но все же. Чен. Чен хочет дальше собрать себе, я так понимаю, какую-то пайпу. Если я что-то понимаю еще в доте. А, ну либо Владмир. Либо пайпу, либо Владмир. Новые артефакты здесь будут хороши. Кстати, можно курицу. Курицу. Курица. 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 Подрезать курочку, дружище. Вот так вот. Радианс Курица. Он был убит. Ну да, забирает себе Владмир в итоге. И забирает курицу. Ну, очень неплохо действует здесь по итогу. Я так понимаю, что это была для Тимберсоу какой-то артефакт. Или что-то такое. Ну, посмотрим. Посмотрим, какая-то шива для Тимберсоу, может быть. Или кераска для свина. На свина я бы кераску собирал, начиная с... Игиперстоуна, например. Ну и в итоге здесь развардели все. Очень аккуратненько. Свин, Даггер, БКБ. Вот важная штука. Что у свина есть БКБ. Пробить его теперь будет не так просто. В любом случае, пока какого-то серьезного сплита со стороны команды Слабоумия и Отвага не наблюдается. Серьезного пуша тоже. Все хотят забирать Рошана. Прям стоят и ждут эту ворошу. Но в итоге ничего не дожидаются. Юзует там смог. И идут в чужой лес. Идут в чужой лес для того, чтобы пытаться там кого-то уничтожить. Посмотрим, насколько хорошо это у них получится. На варде ни на каком. Они вроде как не спалились. Так что могут достаточно безопасно для себя пытаться кого-то убить. А вот Фуриону нужно, наоборот, быть очень аккуратным. Здесь, если найдут Тимберсоу, будет хороший фраг. Тимберсоу будет действительно хороший фраг. Знают, где он находится. Все его знают. Так, нашли Тимбера. Может на него прыгать с Оркидом какой-то Шторм. Надо его забирать очень быстро. В итоге никого не подцепили. Хотя Шторм прыгнул очень далеко на Свена. Свен пытается убежать. Шторм не отпрыгнул ни туда немножко. Санстрайк в итоге на развороте не получается. БКБ. ГДС. Шторм улетает на другую сторону. В итоге минус БКБ и минус ГДС. Драться там сейчас, естественно, не надо. Нужно немножко подождать. Хроносфера в случае чего есть у Вайда. Здесь цепанули. Хроносфера. Вайда. Отлично. Залетает прокат. Здесь, боже, как много урона. Они должны просто все развалиться. Но живет по-прежнему Инвокер. Умирает, скорее всего. Тут Шторм Спирит. На него прыгнули. Да, минус Шторм Спирит. Минус 3. Как же сейчас закомбинили ребята из команды Тим Шторм. Какая же божественная хроносфера сейчас залетела. И, боже мой, Фурион, как ты здесь оказался? Зачем ты вообще здесь появился, дружище? Непонятно. Фурион, скорее всего, тоже отсюда не уйдет. Через диффуза его забирают. Диффуза есть у Вайда. Минус 4. А почему Фурион не был здесь? Почему Фурион не был здесь? Он мог без проблем просто пойти и все это время пушить. Все это время пушить. Он мог уже ломать Т3. Он мог, я не знаю, ковырять что угодно. Зачем ты туда прилетаешь? У тебя нет никакого урона. У тебя Шторм еще только в стэше валяется. И есть только Некрономиконы, которыми ты можешь пушить. Мне надо драться, дружище. Ну и пока мы видим, что в Тим Файтерах непосредственно драки через хроносферу Вайда получаются намного лучше, чем какие-то соло фраги в исполнении команды слабоумя и отвага. Потому что, по большому счету, у них нет большого количества АОЕ спилов. У них есть, ну, ультимейт Чена, но это не дамажащий АОЕ спил. У них есть инвокер, который, да, может что-то делать. Все остальное это таргет. Это таргет скиллы, которые служат для того, чтобы быстро зафокусить кого бы то ни было. А здесь у Тим Сторм, у них сфера, в которую залетает Чакрам, ультимейт. То есть прыгает сначала земелька, раскастовывает ульту. Туда в это время залетает Войт, ставит хроносферу. Там же, оказывается, ультимейт аппарата прилетающий. Там же Чакрам. И все. И ты стоишь, а просто обалдеваешь от того, как быстро ты погибаешь. Это дико неприятно. Это дико неприятно санстрайк, если залетает от инвокера, понимает, что никого там пока еще нету. И в это время Фурион. Фурион такой беспалевный, его сейчас поймают. Сейчас поймают, убьют. Или нет. Ладно, не так просто. Не так просто убить Фуриона, особенно Соло, Тимберсоу. У Тимберсоу 4 заряда будут в Стоне. Давайте посмотрим. Здесь 6 заряда будут в Стоне. Такие все богатые. Я поражаюсь. Ну и Шторм Спирит. На руне регенерации может сейчас попробовать что-то сделать. Руны регенерации этого он еще не юзал, но в любой момент может. Нужно будет сейчас, кажется, это делать. Очень больно. Шторму. Шторм. Шторм. Войд. Здесь есть. У Вайда нет еще хроносферы. Перетягивает для себя большое количество игроков команды противника. Здесь Курица прилетела, дала Шторму Юлы для того, чтобы он сбивал себе Сен в случае чего. Либо же поднимал себя Вьюлы сразу после того, как его в Юлы поднимет Тимберсоу, почему бы и нет. А в это время забирают Рошана. В это время забирают Рошана. И печально, что только начали его забирать. Где минус армон? Вот минус армон. Какое же огромное количество здесь шаблы вот этой, которые бьют Рошана. И, кстати, могут не успеть. Могут не успеть. Уже рядом. Уже рядом. Боже, рядом Свет сюда залетает. Сейчас будет как больно. Опять залетает ультимейт. Боже, Свет раскастовался здесь. В итоге минус три. Мгновенно минус три. Ну ладно, минус два. Инвокер где-то в другом месте отдался. Растопешиваются отсюда все. Кто может, как же там Свен раздал. А кто забирает Аегис? По-моему, кто-то из команды Дайр все-таки забирает Аегис. Шторм Спирит Дайв убирает в очередной раз. Но это печально, потому что в очередной раз команда Дайр проигрывает драку. И мы видим, что преимущество потихонечку, маленькими шажочками идет все же вверх у команды Сторм. Ну, по опыту, может быть, не такими маленькими шажочками. Но опыт все-таки не настолько супер важен, насколько важно количество голды. То есть опыт важен в тех случаях, когда преимущество по нему действительно огромное. Там Вайда, кстати, и вообще не понимаю, как загрызли. Шторм Спирит, я как это как-то сделал. Может быть, через Санстрайк. Но тут вроде не перекастовано ничего. Ну да ладно, Инвокер 3 600 имеет после Аганима. Может себе что-то полезное типа Хикса попробовать сделать. Почему бы и нет. Шторм Спирит с вены убивает. Что? Замечает руну богатства. Совсем уже. Совсем уже, я заговорился. Простите, пожалуйста. Ну и Фурион. Фурион потихонечку выходит и в урон тоже. Мы видим, что Майлсторм у него появляется. То есть дальше он будет... Это не какой-то Аганимокторин. Это вот именно Фурион, который будет дальше пытаться и драться в том числе. Здесь, судя по тому, как все рядышком стоят, какой-то Смокин. Сейчас должен долетать. Где он? Нету Смока. Есть зато Шива. Шива есть, я так понимаю, на Тимберсоу. Да, ну в принципе, то, о чем мы говорили, это его плейдмейл валялся в Курьере, который был уничтожен. Так что Шиву он себе сейчас приобретает. Байтят, да, инвокера. В случае чего эти инвокера свапнут и как-то подсейвят. Так что никаких проблем не должно быть. Шторм. Шторм имеет Аегис. Забрать его тоже невероятно сложно. Кроме Аегиса, у Шторма есть еще и Бутсов Тревел. Не совсем понимаю, зачем ему этот артефакт. Но делает он его еще более мобильным, еще больше возможностей для того, чтобы вот так вот резко оказаться на другом конце карты и пушить там, пушить тут. Сплетить там, сплетить здесь. Курица летит. Что в курице? В курице рецепт на Яшу. И это Яша у Вайдана. Собственно, появляется уже здесь. Цепанули и убили очень быстро. Хорошая хроносфера. Вновь Шторма свапают. Шторма свапают и он сам входит. Боже мой. Что за жесть. В итоге Винга откидывается. В итоге Чен отваливается. Приходит сюда инвокер. Начинает раскастовываться. Но убить мне здесь никого по большому счету не сможет. А вот инвокера скорее всего заберут. Инвокер скорее всего заберут. Поднимает он на себя в ЕУ. Пытается как-то жить. Пытается как-то скастовать что-то. Но здесь есть Вижон Чег. А от кого есть Вижон Чег? У кого-то есть Гем? Мистер Фейс. Я может быть что-то не понимаю. Но откуда видели инвокера, который был в гост-вокере? Возможно просветка на нем была. Но я на этот момент не увидел. В любом случае выкуп был проюзан с Веном для того, чтобы отпушить Фуриона, который здесь пытался что-то гадское сделать. Собственно у него получилось. Он спушил Т2, он спушил Т3 и кусок ранжевого барака. Он поплатился за это жизнью. Но этот выкуп со стороны Свена все же... А, Фурион тоже выкупался. Фурион тоже выкупался, лол. Тогда это совсем печально. Это совсем печально. Это минус 5. И с выкупом еще Фуриона минус 6. И 42.25 выигрывает сейчас команда Радиент у своего оппонента по фрагам. Что касается голды, то здесь совсем немного. Здесь совсем немного. 2000 по голде и где-то 15000 по XP. Но дело в том, что здесь Свен, самый расфармленный герой, который может нанести невероятное количество урона по большому количеству персонажей. А здесь Шторм Спирит, который, к слову, выходит в Бладторн и почти уже в этот самый Бладторн вышел. Остается ему купить рецепт, я так понимаю. Только если я... Да. Рецепт тоже он уже практически дофармил. Буквально какой-то один кемп ему сейчас нужен. И на этом все. Меня единственное смущает по-прежнему, как здесь видели инвокеры. Возможно, я не углядел проюзанный даст. Но вроде как я ничего не упускал. Хотя, кто знает. Кто знает, всякое может быть. Всякое может случиться. Все люди ошибаются. Игроки тоже бывают ошибаются. Так что не будем корить ни себя ни за все это дело. А лучше будем продолжать смотреть за дотой. Которая, к слову, интересная и до сих пор непонятно, кто же победит. Такие карты мне нравятся, пожалуй, больше всего, когда ты смотришь и думаешь... Здесь нашли, кстати... Нашли Тимберсон, но забрать его невозможно в соло. На Шторму. У Шторму теперь надо самому тихать отсюда. Потому что мана у него нет. Слоу-ринга у него тоже нет. Мана, конечно, восстанавливается не в тех количествах, которые хотелось бы Шторму. Но, наверное, все же он уйдет. Так вот, нравятся мне больше всего те карты, в которых непонятно, кто победит. В которых до самого конца непонятно, кто победит. И кто в итоге получит заветные очки. В ладере, в группе, там, где бы то ни было. Потому что вот катки в одну калитку, они чаще всего зрелищные и интересные. Но недостаточно отстанем. Вот здесь Винга подхилили ее. Винга пытается жить. И на базу отправили. Очень хорошо. В итоге развели всех, кого было можно на перетяжечку. И спокойненько разбежались. Ну, все же, Чен здесь отыгрывает очень грамотно. Попытаются поймать, я так понимаю, здесь Шторма. И могут его цепануть. Но не угадали с направлением его движения. И Шторм спокойненько отсюда уходит. Хотя, как уходит? Он тут все еще здесь. И Винга все еще здесь. Вы, друзья, здесь можете отвалиться очень быстро. Надо быть аккуратными. Аппарат. Аппарат, в случае чего, уйдет в Глимер. И забрать его тоже быстро, наверное, не получится. Ставится вардик. Видят, должны видеть. Тут же персонажей команды Дайер. Перетяжка сюда идет от земельки. Земельки Дайгер? Да, земельки Дайгер. Ну и вот. Фурион будет пытаться забрать Курицу. Тычка. Вторая. Хорошо. Минус. Фурион убил Куриона. И тут же на базу. Правильно, нет, все совершенно правильно. Здесь подцепили Тимберсоу. Попытается его забрать. Тимберсоу падает. Тут же минус. А, нет, не успевает ничего прокнуть. Он просто поднимает себя в юлы. Санстрайк. Санстрайк. Хорошо. Дальше на развороте. Пытаться что-то с ним сделать. Свапают его. Станчик здесь есть или нет. Нет, Станчик улетает просто на Тимберсоу. И на развороте минус 2 сейчас будет. Просто без вариантов. Также там еще где-то погиб Шторм. Который непонятно как оказался вообще спереди всей этой драки. И это неправильный подфит сейчас. У вас нет отпушенных линий. Фуриону даже прилететь некуда для того, чтобы знатно там попужить. Ну, зачем вы так делаете? Вы идете втроем, фидите. У вас нету в качестве подсейва Чена никакого. Там у него Мека. У него Аганим практически есть. Еще 1000 голды осталось. До этого самого Аганима. А здесь еще будет падать сейчас скорее всего Т2 строение. Войд спрятался. Войд 20 левела. 21 дни за горами. Свен имеет Лотарчик. Ну, зачем Лотар? Я, к слову, не понимаю, зачем Лотар. Что тут? Чем тебе дагер не хватало? В итоге у Свена не так много урона получается. Хотя под ГДСом, конечно, этого урона в любом случае будет хватать. Здесь спокойнее запушили Т2. Здесь уже в миде тоже Т2 ковыряют. Вот в это время аппарат на всякий случай находится на своей базе для того, чтобы предупредить команду Радиант о возможном нападении Фуриона, который уже близок. Который уже рядышком и хочет. Хочет забрать кого бы то ни было. Ну, тут же ТП даются. Тут же ТП даются. Пытаются, видимо, кто-то сбить ТП. Здесь ССВД подцепили. Хорошо. Также подцепили земельку. Неплохо. Вот Хроносфера по двоим. Начинает наваливать по Винге. Винге очень больно. Поднимают Вайда в Юл. Винга в итоге подсвапывается и выживает. Пытаются забрать инвокера. Инвокер проходит, по-другому, некоторое количество урона. Спирит умирает от Санстрайка. В это время Фуриона здесь забрали. Фурион не желез, понятное дело, да? Но размен такой себе. Ну, такой себе прям размен. Понятное дело, что... А, ну здесь мы даже не видим. Здесь мы видим только один фраг на земельке. Понятное дело, что Фурион пытается как-то сплитить. Фурион пытается как-то вот этот барак догрызть хотя бы один. Но пока все попытки тщетны. Потому что линии очень грамотно и вовремя отпушиваются. И что инвокер здесь пытается сплитить, что Фурион пытается сплитить. Иногда крипы Чена пытаются сплитить. И все равно это не получается. Торнадо мимо. Инвокер может отвалиться сейчас. Инвокер в итоге попадает под эффект от Айс Бласта. И перекастовывает себе Гостлок. И спокойненько уходит дальше. Его здесь цеплять нет никакой возможности. Войд приостанавливает игру. Тимберсоу от этой самой игры отключается. И говорят, ребята, что лаги у них. Ну а пока у нас пауза. Быстренько глянем разницу в ценности команд. Теперь она уже чуть более устрашающая для команды Дайер. Мы видим 10 тысяч преимущества у их оппонентов. Сейчас имеется по голде. 25 практически тысяч по экспе. На самом деле вот эти 25 тысяч по экспе это реально много. По уровню героя. Если мы посмотрим, то увидим, что здесь все очень неплохо. Понятное дело, что практически у всех уже есть ультимативные способности. И уровень героя только влияет немножечко на количество характеристик, которые у этих самых героев имеются. Но характеристики тоже штука важная. Недаром собирают на митопорей всякие драгонлендсы, которые просто дают характеристики. Недаром бывает по несколько пачек барабанных в командах. Тоже для того, чтобы просто были характеристики. Собирают всякие вот эти вот аквилы и прочие-прочие-прочие. Такие вот артефакты, которые просто дают вам лишнее количество жизней, лишнее количество маны, лишнюю броньку, лишнюю то-сего. В общем, просто уплотняют вас вот прямо на данный момент. Это не какое-то вложение в будущее, как Battle Fury, простите, на антимагии. Нет. Ну, собственно, он для чего приобретается? Для того, чтобы фармить можно было дальше перспективнее. Нет, это вложение, которое тебе помогает прямо сейчас. То есть, я не знаю, ты не в банк деньги положил, а купил себе на них шоколадку. Тебе хорошо сейчас, а в банк положил тебе хорошо потом. Ну что ж. Продолжаем наблюдать за третьим матчем второго этапа группового на Матерлиге. Команда на слабоуме и отвага, которая играет за силы тьмы, сражается с командой Team Storm, которая играет за силы света, пытается поцепить здесь инвокера, просветки только на него нет. Я предлагаю Тимберцову взять себе гем. Там Шторм убивает аппарат, но, в принципе, Шторму без проблем должен это делать. А, к слову, тут сейчас еще и Курьер может умереть. Курьер, 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 может умереть, Курьер, тычка, вторая, минус Курьер. На этот раз в Курьере было чуть больше. Но должны понять, лол, должны понять, что Варс здесь стоит. Ну, сколько можно уже? Второй раз здесь Курьера ребята отдают, пытаются Вингу здесь как-то забрать. Вингу подняли, прокатились, минус Винга просто в секунду. Но Войт в очередной раз начинает набирать для себя стрик. Гемчик лежит на базе. К слову, Фурион-то может этот самый гемчик в смоке забрать. Но пока решают забрать Рошана. Это может быть ошибка, это может быть ошибка. И видно все, все видно, все видно, все знают. Тут же Тимберцову поднимают ветра. Тут же все отсюда растебешиваются. Тимберцову промазывают Тимберчейном. Попытаются забрать кого-нибудь. Забирает пока только зоопарк. Здесь пошел-пошел сюда наяривать Свен. Подняли Чена. Чен в итоге скорее всего отвалится. Рошана в итоге продолжает забирать здесь. Войт пытается кого-то забрать. Войт скорее всего тоже отвалится сейчас просто от Шторма. В итоге Войт... Как же он живет? Непонятно. Шторм поднимает себя в Юлы. Пытается жить. Шторма распилили. Минус 3. Минус 3 в ноль. В очередной раз в ноль. И... Как же дерутся... Как же дерутся эти ребята. При том, что хроносфера даже не была потрачена. Там не была возможности для того, чтобы поставить хроносферу. И... Это просто жуть. Это просто жуть. Ну и Рошан в итоге падает в копилку команды Радиант Рошан. Который дает Цирр. Который дает Аегис. Нашли здесь инвокера. Инвокера, боже, как ему больно. А инвокер в итоге может отвалиться. Здесь станчик и выйдет. Очень неплохо. И в итоге уходит. Скорее всего дабл демоч собирает. Вы на развороте? Юл, не понимаю. Какой длинный. У Тимберсоу Тимберчейн. Да, ну и... Все. Минус инвокер. В очередной раз. Подфиживают. Вот необоснованный подфит. Снизу сейчас будут, скорее всего, пытаться цеплять Фуриона. Думаю, что Фуриона могут здесь попробовать подцепить. Ни одного барака. В итоге он так еще и не снес. Денег у него не сильно прибавляется. Мы видим, что после Байлшторма 3600. А это прошло беду 10 за последнее. С момента последнего приобретения Фуриона вышка на топе команды Дайер тоже ломается. Здесь есть Свен, который 8000 на руках. Свен, купи себе что-то. А, Свену что-то было и так. А он вез себе курицу для того, чтобы Дедаус себе прикупить, я так понимаю. И не получилось мне это сделать, потому что забрали. Забрали Курейкера. В итоге... Земелька. Земелька может сейчас отвалиться, кстати. Он тут очень яро сюда пошел. Пытаются он забатить как-то на себя. Станчик в итоге залетает. И в итоге Земелька 40 хп остается у него, выживает. Буквально какая-то тысячечка шальная от башни не долетела. Или герой от какого-то. И без инвокера не хотят драться вообще никак. Просто пытаются забрать строение. И в принципе получается пока неплохо. В это время снизу Фрён пушит. Фрён, де пушер. На самом деле ты бы, дружище Фрён, взял бы, да по гриппскипе лучше. Вот на верхней линии подняли вьюл Тимберсоус. Так, господи, какая хроносфера. В очередной раз хорошая вот войда залетает сюда. Ультимейт от аппарата прокатывается по инвокеру. Минус 2, минус 3 в секунду просто. Поднимают вьюл у себя инвокер. Пытаются как-то жить. Но это не важно, потому что падают строения на базе команды Дайер. Очень мощно. Всё, ребята делают. Подрубает БКБ Хоуфуриона. Разрывает его просто с райт-клика. Минус 4. Инвокер пытается что-то сделать. Отдаёт прокаст. И выйдет всё, что можно. И хорошо. Но ты никого не убил. А здесь ребята под Т4 уже залезли. Санстрайни будут сейчас по земельке. Минус земелька. Хорошо, сбили Аегис. У земельки была Аегис? У земельки была Аегис. Хорошо. Т4. Сломано одно. Т4 сейчас будет сломано второе. И скорее всего просто не дадут возможности возродиться. Инвокер в соло здесь не может зарешать эту игру. Ближайший союзник у него будет через 14 секунд. А здесь уже ломают трон. Здесь уже ломают трон. Здесь нет глифа. ГДС, конечно, нет у Света. Но они просто убьют этот трон. Они просто могут не обращать внимания на инвокера. И забрать последнее необходимое им для победы строение на базе команды противника. Собственно, что они делают не спеша. Просто забили кто дубинками, кто палками, кто мечом забили Эншент до его падения. Ну а на этом мы заканчиваем трансляции второго раунда группового Аматор серии. Ждем вас на трансляциях, которые будут в дальнейшем. Совсем скоро начинаются отборочные турниры WESG, которые мы также надеемся для вас освещать. Ну а пока спасибо за то, что были с нами. Спасибо за просмотр. И до новых встреч на турнирах Старладера. Продолжение следует...